Сотрудников требуется, естественно, чтобы они были релевантны, чтобы там был какой-то штат разработчиков непосредственно, то есть он как-то соизмерялся с объемом и размером проекта, то есть или нескольких проектов, которые компания заявляет для участия в конкурсных процедурах, соответственно, чтобы они соответствуют этим средствам, которые запрашивают в принципе масштабности этих проектов. Важная история – это перед конкурсными процедурами все-таки проверить отсутствие задолженности, потому что это отсекающий фактор, если задолженность есть даже небольшая, более 300 тысяч рублей, то, соответственно, компания принять участие не сможет, конкурсная процедура будет отклонена до нивелирования этой истории. Соответственно, также требования по сроку создания, существования – это три года, на проект не получается финансирование по какой-либо другой программе, то есть чтобы двойного финансирования не было, за этим следят, поэтому насколько-то возможно, поэтому тоже момент стоит учитывать. Цельвые индикаторы, то есть по результату проекта необходимо будет достичь определенных показателей, как я уже сказал, необходимо в рамках комплексного проекта продукт разработать, его выпустить, соответственно, продать. То есть это требование обязательное, как и последующие на этом слайде, соответственно, не менее трекратного объема суммы субсидий необходимо совершить продажу. Сейчас немного постановление модернизировано, можно продажи осуществлять не только напрямую к компании, я хочу говорить пару слов, кто и как может еще осуществлять продажи. Добрый день, коллеги. В последней редакции постановления 109 предусмотрена возможность привлечения производителей сторонних в качестве организаций, которые также могут выполнять целевой показатель по объему реализации. То есть вы можете в рамках своего проекта заявить какую-либо стороннюю организацию, которая будет выполнять функции производителя и также фактически реализатора вашей продукции. То есть вы можете разработать КД, разработать продукт, отдать его на производство и реализацию сторонней компании. И та выручка, которую этот производитель будет получать от реализации продукции, разработанной на основе вашего КД, ее также можно будет зачесть в качестве целевого индикатора по вашему соглашению о предоставлении субсидий. Спасибо. Соответственно, что еще из KPI? Это количество создаваемых новых рабочих мест. То есть это не менее одного. То есть оно определенными требованиями обладает это рабочее место. То есть необходимо вложение в него не менее 500 тысяч рублей в каждое из этих рабочих мест. Соответственно, не менее одного необходимо создать экспорт. Необходимо показать. Сейчас, конечно, дело идет к тому, что этот экспорт будет, история модернизирована с экспортом. То, что можно будет, видимо, зачитывать и конвертировать этот выручок на внутренний обрылок, условно, по заявленным объемам части экспорта. Соответственно, ряды. Необходимо создать один ноу-хау, либо же запатентовать решение какое-то определенное. То есть этот транжир, в принципе, постановление перечислен. Так или иначе, все это в сущности является одной, по большому счету, просто на старте при оценке что-то дает больше баллов. То есть об этом мы тоже поговорим в соответствующем блоке нашей программы, которые будут идти в два дня, по факту. Ну и вне бюджета. То есть 30% этой истории необходимы. Мы отдельно будем говорить в следующем блоке, да, то есть по тем вещам, которые, в принципе, необходимо на старте продумать и учесть и уделить им особое внимание, да, то чтобы, как минимум, дойти до самой субсидии, да, то и до самой выигрыши в конкурсе. Ну и, что немаловажно, реализовать свой проект еще успешно после этого, да, то есть поэтому мы ищем некоторые параметры, некоторые истории по KPI, да, то есть как они строятся, что нужно учитывать. Поговорим об этом в следующей части нашей программы. Соответственно, как и любая мера поддержки, как и любая субсидия, в частности, которую мы рассматриваем сегодня, обладает определенными фиксированными статьями затрат, да, на что средства данной меры поддержки можно потратить. Соответственно, перед вами они приведены, разбиты на две части. Есть статьи затрат, которые могут быть компенсированы за счет бюджета, да, то есть за счет самой субсидии. Есть вариации этих статей затрат, да, то есть которые могут быть покрыты за счет небюджета, да, собственно, еще можно бюджетное финансирование показывать по ним этих статей, да, которые есть в левой части экран. Соответственно, это и оплата труда работникам, то есть непосредственно занятым разработчикам, это и оплата, собственно, накладные расходы, в том числе оплата зарплата УПУ, расходы на подрядчиков, то есть часть работ можно поставить на субподряд, это регламентировано на 60%, кстати, нормировано, не более 60% субсидий. Это возможность приобретать не исключительные лицензии, соответственно, возможно, ПО и так далее, какие-то САПРы, расходы на ЦКП, опытные образцы макета, то есть можно опытную серию выпустить также, соответственно, сертификацию также потратить за эту историю, за счет субсидий, арендовать, либо брать визинг оборудования, именно арендовать, либо брать визинг, приобретать, покупать его нельзя, к сожалению, за счет данной субсидии. Вот, ну и так далее, да, то есть расход на создание ВТРМ, аттестация, правовая охрана и так далее, соответственно, вне бюджета можно также показать бюджет этими же статьями. Яков Игоревич, поясните, пожалуйста, за 20% от субы субсидий. Да, в 109-м постановлении есть ограничения, связанные с тем, что внебюджетные расходы вы не можете потратить только на, вот если мы говорим про пункт B, который на слайде есть, расходы, связанные с модернизацией объекта с небежимым мощством и серийным выпуском продукции. То есть на этапе неокр, когда вы разрабатываете свой продукт, вы обязаны потратить внебюджетных, то есть собственных денег, не менее 20% от суммы субсидий именно на неокр. А всю остальную часть можете уже показывать за счет недвижимого имущества. Также хотел еще остановиться на том, что на промоторном подготовленные изменения в 109-м постановлении, в том числе касаемо статей затрат, в частности, планируется снизить норму накладных расходов до 150% и повысить долю расходов на соисполнителей по неокрамм до 70%. Также планируется ввести норматив по максимальной величине заработной платы, которую можно компенсировать за счет средств субсидий. Она, скорее всего, будет установлена в размере пятикратного размера среднего уровня оплаты труда по субъекту по определенному АКВЭДу. Скорее всего, по АКВЭД 72 и 71, 71-м, 72-му АКВЭД, как сделано в последние 27-36. Спасибо большое. Мне еще в конце нашего выступления по 109-му постановлению пару слов скажем об изменениях, которые планируются в этой всей истории. Они-то значительно достаточно. То есть и новые сущности возникают, в принципе, административно, которые принимают участие в работе этого постановления частично. Соответственно, пока мы говорим о редакции текущей. То есть понятно, что уже на регуляции там отвисели сейчас изменения. Но вот сейчас презентация все-таки по большей части она, естественно, сделана по текущей редакции. Так, далее. Соответственно, статьи затрат мы сказали, о чем здесь речь. Здесь, соответственно, отчетный период, да, то есть понятно, что отчетность сдается по результатам проекта, да, то есть она разбита и на поквартальной, ну, производится на поквартальной основе, соответственно, дата сдачи отчетности, они перед вами, раз в три месяца необходимо это делать. Вот, соответственно, каждые три месяца, то есть она относительно там усеченная, каждые полгода она там полноценная, это отчетная, соответственно, за несдачу, да, то есть отклонения по целевым показателям, там, выручка, создание рабочих мест, прочее, да, о чем мы говорили там два слайда назад, да. То есть, если отклонения эти присутствуют или компания не достигает каких-то показателей, соответственно, предусмотрены штрафные санкции определенные. Вот, по штрафным санкциям и условиям, на которых уже наступает расторжение, также эта информация перед вами, в принципе, ничего особенного, последнее, при последней редакции 109-го это стало более демократично, скажем так, в плане этих показателей, то есть теперь можно там не достигать чуть-чуть подольше каких-то показателей, тем не менее, ну, все равно, до сечки 5 придется, либо же наступит расторжение, соглашение. Коллеги, если коротко, какие-то вопросы, там, можете голосом задать по 109-м постановлению, вот, если нет, то я тогда просто еще пару слов скажу по тем изменениям, которые планируются. Смотрите, предполагается, там, возникновение новой сущности правительственной комиссии определенной, да, то есть которая будет давать возможность, там, при согласовании, там, с ней, там, для некоторых проектов определенных бонусов, скажем так, ну, то есть расширять возможности текущего постановления, там, денег больше, сроки дольше для проекта, ну, и прочее. На самом деле, вот, вилка именно возможностей, хотя они все регламентированы сейчас, возможности для проекта, но она просто станет шире, может стать шире, да, то есть все эти изменения пройдут, там, и так далее. Вот, на этот сейчас взят вектор, поэтому, и более того, там, все-таки есть преференции для проектов, которые касаются критической информационной инфраструктуры, да, то есть это связано с соответствующим указом, который планируется к выпуску. Ну, соответственно, вот в сторону, как бы, тоже будет определенное движение, да, как регламентироваться. Соответственно, вот. Так, коллеги, голосом, если хотите, давайте зададим вопросы. У нас есть такая возможность? Так, когда, видимо, через чат просто... Я вижу, Панкратова, Екатерина, руку поднимают. Так, ну, а что мешает, да, что мешает, что-то мешает высказать, сейчас извиняюсь, потому что, может, просто. Нет микрофона, все включается. Екатерина, ну, либо голосом, либо давайте я зачту просто вопрос, как вам удобно сказать. Да, Екатерина пишет, что у нее проблемы с микрофоном. Я понял. Так, ну, вот вопрос 70 на... Для 109, по-моему, 70 на 30, да, то есть это 70 процентов... Бюджетных средств 30 собственных компаний, да, то есть для 12.52 постановление, да, 90 на 10. Ну, сейчас по-моему, 12.52 тоже посмотрим. В Excel столбик получены предложения. Сейчас посмотрим, секунду. Видите, в конце вернемся к этому, я там просто... Ну, сейчас, чтобы не проверять время, я это и открою, посмотрим, что за момент, по которому вопрос возникли в части подчиминга. Предложений. Вот, коллеги, тогда если по 109-му нет вопросов, мы тогда двинемся дальше, чтобы надо обозреть за отведенное время, скажем так, еще несколько инструментов. А можно уточнить? Спрашивайте. Вот, скажите, пожалуйста, начало конкурсного отбора когда планируется? По 109-му, в конце июня, по 12.52, соответственно, ну, далее. Сразу за этим. Отборы, насколько я понимаю, в принципе, будут достаточно долго длиться. А информацию где можно отслеживать? Ну, вот сейчас у нас, ну, как в прошлом году на ГИСПе появлялся баннер даже отдельный по этим мерам поддержки. Ну, и в Канегмите, соответственно, на ГИСПе сейчас электронная подача всей этой истории, то есть из 109-го постановления. Ну, как бы, уже в том году она и тоже проходила, в этом году будет так же. У нас 52, видимо, тоже. Ну, возможно, в каком-то более там упрощенном виде, да, нежели 109-е постановление, которое подразумевает, в принципе, там, часть документов, в принципе, отсутствует. Теперь они, как бы, вносятся в поля соответствующие в личном кабинете ГИСПа. Сроки такие. Благодарю. Что, что? Благодарю. Да. Спасибо вам. Ну, вопрос. Соответственно, коллеги, дальше постановление правительства 1252, да, то есть это по технологическому переделу истории находится как бы в 169-го постановления, она охватывает электронные компоненты и модули. Соответственно, перед вами в таком же виде условия, да, это 7 лет срок реализации проекта, 5 лет может вестись не ОКР, соответственно. Соответственно, проект не менее 50 миллионов рублей в общем, да, то есть, соответственно, полтора миллиарда может выбираться в год проекта, но это еще, на самом деле, одна из самых крупных мер поддержки, которые есть на разработку. Соответственно, максимальный размер 7,5 миллиарда, да, насколько реализация проекта. Дни бюджета 10%, соответственно, 90% средств субсидий и 10% необходимо показывать в дни бюджетное софинансирование. Соответственно, такие же требования определенной по численности существуют к организации, они перед вами. Большинство требований в целом идентичны к 109-му постановлению, но важно отметить, что отличает от 109-го, да, то есть эти требования к организации, что необходимо иметь опыт реализации не менее одного аналогичного проекта, в результате которого создан определенный ритм. Зачастую компании, особенно компании, которые являются дочерними обществом, да, допустим, каких-то крупных структур, да, они приходят на конкурсы, соответственно, вот этот момент не учитывают. Понятно, что у материнской компании есть там опыт и так далее, там подобное, а конкретно заявитель может там опытом не обладать, либо этот, ну, как бы, ритм, да, он не зафиксирован, например, да, то есть, или зафиксирован какую-то другую структуру. Вот, поэтому там не случается ситуация, когда это камни преткновения становятся для участия в конкурсных процедурах некоторых компаний. Вот, соответственно, целевые индикаторы, это те KPI, которые необходимы достаточно по результату проекта, это также выручка, да, то есть, в случае, если вы разрабатываете модули, это минимум однократный размер от средств субсидии, вот, соответственно, если разрабатываете компоненты, то это 50%, да, то есть, существует на сегодняшний день определенный водораздел, да, то есть, компонентами, как бы, считается то, что подпадает под ОКПД 26.1, да, то есть, с модулями очень сложнее, это скорее на усмотрение экспертов, да, которые рассматривают проект, зачастую компании, которые подают модули, да, то есть, они все-таки котируются, скажем так, как уже все-таки оборудование, да, и предлагается компания принять участие в 109-м постановлении, но это момент, который, возможно, каким-то образом будет оконтурен в будущем, но пока этому какого-то прямого решения нет, вот, соответственно, также существует, наверное, необходимо создавать рабочие места не менее одного с такими же абсолютно условиями, да, то есть, по вложениям, соответственно, оснащенности, оснащенности, вот, ну, естественно, там мы еще в тот раз, помню, отметили, зарплата работника должна превышать вот и рейме среднюю по региону, вот, соответственно, эта история вся там связана с роста, там, с запросом к нему о средней зарплате по вашему региону, по такими специальностями, вот, соответственно, требования по экспорту здесь отсутствуют, показывать здесь не обязательно, риды также не менее одного, вот, там, своя градация для нас 52, да, то есть, несколько отлично, вот, в 109-м постановлении все примерно такая же, вот, соответственно, 10% вне бюджета. Статьи затрат, да, то есть, они, так же, как и в 109-м постановлении, принцип максимально похожи ниже с собой, однако, есть некоторые отличия, да, то есть, это субподрядные затраты, не более 40% от общей стоимости комплексного проекта, есть возможность изготовления фотошаблонов, оснастки и так далее, да, то есть, соответствующая статья присутствует. И расходы на аренду и лизинг, да, тоже занормированы здесь. Яков, Фибис, два слова скажите про нормирование по аренде и лизингу, 50% от статей затрат здесь. Да, здесь имеется в виду, что если по всем остальным затратам, ну, установлены общие ограничения, то в части расходов на аренду и лизинг, а также на изготовление первой партии, вы можете субсидировать не более 50% таких затрат. То есть, словно говоря, если в рамках отчетного периода вы на оборудование, на лизинг-оборудование потратили, там, 50 миллионов рублей, ну, для примера, 100 миллионов рублей лучше, то, соответственно, компенсировать именно за счет средств субсидий вы сможете не более 50 миллионов. То же самое с первой партией. Если первая партия стоит миллион рублей, то компенсировать можете не более 500 тысяч, то есть не более половины. Да, соответственно, там присутствует такая сущность, как первая партия серийной продукции, да, то есть она не занормирована в целом, как говорится, на усмотрение экспертового совета и адекватности по размеру. Но ориентируется на целевого заказчика по письмам, в первую очередь, в части обоснованности ее размера. Яков Ильич, расскажите про внебюджет оперативно, пожалуйста, если вам не сложно. Спасибо. Да, с внебюджетом в рамках 1252 ситуация чуть более простая, чем в 109. Если вот про 109, я говорю, там есть обязательное требование вкладывать именно в неокровские статьи затрат в небюджет, то в рамках 1252 вы можете тратить свой внебюджет на все предусмотренные статьи, то есть как вкладываться непосредственно в неокр, так и параллельно модернизировать производство, осуществлять капитальное вложение в подготовку к серийному производству и так далее. Также предусмотрены расходы на обучение сотрудников не более 2% от общей стоимости проекта и на продвижение продукции, то есть на участие в выставках, конференциях, изготовлении какой-либо рекламной продукции и так далее. Вот, в целом. Такая ситуация. Но еще раз повторюсь, общий объем вне бюджета должен составлять не менее 10%, как в целом по проекту, так и в каждом отчетном периоде. Спасибо большое. Соответственно, отчетность сейчас раз в год, соответственно, раз в 12 месяцев. Штрафные санкции определенные, да, штрафные санкции также предусмотрены. Вот, у нас 52 года, это также пакет определенных изменений, соответственно, многие из них будут отзеркаливать то, что уже есть на 9-м постановлении. Ну, одно из самых главных возможностей измерения в техническое задание, да, то есть какие-то характеристики правильными, ну, количество изделий, тип изделий и так далее, вот, при согласовании, естественно, с экспертным советом. И также поправят, собственно, условия, при которых наступают. То есть штрафные санкции расторжения станут более мягкими, что ли. Вот. Соответственно, так. Коллеги, какие-то вопросы есть по 12.52, потому что потом материал, который вы сказали сейчас. Добрый день, коллеги. Нет. Подскажите, есть ли ограничения по количеству одновременно реализуемых проектов? Если есть, в каком разделе постановление, то указано. Потому что вроде бы есть, но не можем найти. Нет, в рамках 12.52 не установлено ограничение, там только есть ограничение на количество заявок на один конкурс. Там не более трех заявок. Более трех заявок еще. Да. Ограничение на параллельно ведущиеся проекты есть только в 109. Там не более пяти одновременно ведущихся проектов. В 12.52 ограничения такого нет. Принято. Спасибо. Коллеги, есть еще вопрос? Можно? Да, только нефть. По поводу презентации, которую вы анонсировали, была экселевская форма и презентация с подачей планируемого проекта. Да, было. И внизу по центру там был такой квадрат, где указывалось, откуда 70% взялось. Соответственно, там потребность в субсидии, и не более 70% стоимости проекта. Я правильно понимаю, что не более 70% – это касается 109-го постановления? А в случае, если у нас 12.52, то там указывается не более 90%. Да, но, Екатерина, именно форма, которую вы демонстрировали, она касается только 109-го постановления. Пока сбор требует потребности на 12.52, еще не объявляли. То есть это собирает на 109-е постановление данное. А, то есть это касается только 109-го? 109-го, да, 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 да. Ага, понятно. А вторая табличка, которая получена, точнее, экселевская форма, где написано «Получены предложения». Что это означает само предложение? Ну, сейчас я, честно говоря, уже не помню. Это там форма, это просто, эта форма разработана для ассоциаций, и, как бы, Минпромторг, как бы, в этой форме ассоциация говорит о том, какие предложения такие компании получены. То есть там общая, ну, это техническая позиция, вам не нужна. А, ну, то есть, грубо говоря, если мы получили эту форму, значит, мы автоматически ставим «да». Да, да. Понятно, спасибо. Коллеги, какие-то еще вопросы есть? Давайте обсудим. Да, вопрос можно? Здравствуйте. Да, конечно, слушаю вас. Подскажите, пожалуйста, в рамках 12.52 Варя есть возможность субсидировать затраты, связанные с лизинговым оборудованием и приобретение технологической оснастки. Ну, 50%, 100%, соответственно. Отчетный период по данному постановлению заканчивается 30 сентября текущего года. Если поставка оснастки, допустим, и оборудование лизингово произойдет не до 30 сентября, а более поздний срок, там, октябрь, ноябрь, декабрь, неважно, то есть в четвертом квартале текущего года, авансовые платежи по лизингу оборудования и по технологической оснастке будут приняты в счет, ну, в качестве компенсации за счет средств в субсидии. То есть мы платим, договора с контрагентами заключены, но поставка в силу определенных причин всем известных задерживается. Да, смотрите, тут несколько комментариев. Первое. Авансы в рамках субсидий всех возможны только при условии наличия казначейского сопровождения у ваших поставщиков. То есть если вы платите кому-то аванс, то за счет средств в субсидии это только на казначейский счет. Соответственно, если вы платите на казначейский счет, то проблем нет, это возможно. Главное, чтобы аванс, вы не можете передержать аванс на казначейском счету через календарный год. То есть если у вас поставка будет в январе, то это плохо. Ну, если, в основном говоря, аванс вы сейчас заплатите в этом году на казну, а поставка будет следующим, то у вас как бы, ну, аккредитив закончится, аккредитив до конца года календарного. Вот, это первый момент. Обычно, ну, как необычно, многие платят вам за счет собственных средств и потом компенсируют расходы уже по факту. Соответственно, если вы будете делать именно так, то вам проще отнести эти затраты просто на следующий период отчетный. Если вы будете, ну, в каком периоде вы фактически получите оборудование и в каком вы за него рассчитаетесь окончательно, в том периоде просто и показываете эти затраты. Ну, то есть когда ОПДшки будут на руках, акты приема-передачи, ввода в эксплуатацию, только тогда мы сможем компенсировать фактически свои затраты за счет средств обсидий. Правильно я понимаю? Да, все правильно. Ну, еще, забегая вперед, у нас какая-то возможность будет присоединиться там завтра. Завтра мы по отчетности прям отдельно еще будем разговаривать. Олег, соответствующий, пригласим вот на эту беседу. Так что присоединяйтесь, если какие-то еще, может, вопросы накопятся. А если авансируют казначейских счетов по поставщикам нашим, даже при условии, что поставка будет в четвертом квартале, это будет считаться субсидией текущего отчетного периода, эти платежи? Да, да, у вас в целом отчеты по субсидии, они как по движению денежных средств, вы их делаете. То есть если вы средства субсидии как бы оттравили куда-то, то да, вы отчитываете сейчас по ним и показываете, что это аванс. Ну, как бы если вы не успеете погасить аванс до конца года, там как бы определенные проблемы, но это уже другой вопрос немножко. Коллеги, еще вопросы какие-то или двигаемся дальше, может, спасибо? Там, Сергей, в чате есть вопросы. А, я посмотрел такая история, я не вижу чата, к сожалению, по моей презентации. Коллеги, вопросики есть по планируемым изменениям в 12.52. Вы упомянули, что в 109 будет новая сущность, производитель. Планируется ли что-то подобное в 12.52? Да-да-да, а может производитель, ну, по аналогии с 109, то есть может производитель. Ну, планируется это, как бы, если это все утвердится, то это так и будет. Но вообще планируют, коллеги, такое изменение в 10 по аналогии. Вот. Если что-то тогда вопросы... Дмитрий, следующий вопрос, Яков. На тему, сколько продлится подача заявок по времени? Есть понимание? По 105 обещают, ну, как бы планируют, да, то есть месяц до долга принимают планируемые. В 12.52, наверное, тоже. То есть, сначала будет 109, в течение месяца, да, а только после этого запустят 12.52, алик могут параллельно? Видимо так, видимо так. Я не знаю, насколько административно, ну, как бы, хватит административных возможностей, чтобы ввести две параллельные, я не знаю. То есть, технически они могут ввести два параллельных конкурса, вопрос просто в том, когда выйдут изменения в правила. То есть, решение концептуальное есть о том, что конкурсы будут играться после внесения изменений, о которых вот Сергей говорил. Вот, как только изменения внесутся, будут объявляться конкурсы. Ну, а также нужно отметить, что, как бы, по опыту прошлых лет зачастую объявляются конкурсы со сроком, там, 10-12 дней. То есть, как бы, Минпромторг всегда хочет играть, как бы, длинные конкурсы, но иногда у них какие-то свои есть бюрократические препоны, и их конкурс может быть короче, чем обычно. Спасибо. И вот, и сейчас-то тут два вопроса осталось, три точнее. От Костина и Алексея по критериям, под какую конкретно продукцию подходит какой продукт. Единственное, что можем сказать, что все, что относится к коду 26.1 УКПД, это точно относится к 12.52. Что касается, как бы, разделения, что такое модуль, что такое продукт, и вот тут картинку даже Алексей предложил, некой платы, к какому изделию ее отнести, там, в 109 или 12.52, четкого понимания нет. Есть, как бы, общее такое, общее определение, что в 109 заявляются те продукты, которые готовы к использованию как отдельная сущность. Условно говоря, там, планшет, там, не знаю, еще что-то. Если мы говорим, там, про, допустим, сетевую карту, то это скорее модуль. Но в то же время в рамках 109 постановления есть факты поддержки, там, проекта по разработке, там, условных материнских платах и так далее. Поэтому это очень такая размытая. Ну, условно, как подать тоже, ну, это специфика, то есть, определенно, как подать тоже, ну, грубо говоря, там, элемент кузовной электроники какой-то отдельно взятый, да, то есть, это модуль, образно говоря, да, то есть, какое-то, там, управление двигателем, ливера, глонасс, какой-то блок, да, там, допустим, это модуль, да, как бы все вместе в системе образуют уже, ну, как бы, скажем, условно, некий программно-аппаратный комплекс. Ну, тоже еще специфики, я к чему говорю, что, опять, специфика проекта тоже влияет на определение того, подходит это или нет. И, да, и еще один вопрос, какой вклад в оценку проекта вносит объем экспорта, нужны ли письма для его подтверждения? Ну, вторую часть отвечаю, конечно, да, письма нужны, причем письма, как бы, письма относятся достаточно требовательные, то есть, если вы просто принесете какое-нибудь письмо, там, из непонятной организации иностранной, то, как бы, вам, скорее всего, такой экспорт не зачтут, то есть, это должна быть релевентная организация, которая действительно занимается, там, производством электроники и ее потреблением. Вот, а вклад в оценку проекта, ну, условно говоря, в 12.52 объем экспорта отдает 2 балла, из, вы причем должны набрать, насколько я помню, 18 баллов, то есть, 2 из 18 баллов вы можете получить за экспорт. Ну, то есть, это не самый высокий критерий. Ну, да. Ну, это в рамках 12.52, где экспорт не обязателен. В 109, как бы, заявлять экспорт пока обязательно в текущей редакции, по сравнению. Ну, 12.52, как бы, экспорт, он, естественно, дает определенное количество баллов, потому что, реально, очень часто ситуация, когда проект не добирает, там, чуть-чуть совсем, то есть, дадим 2 балла, условно говоря. Ну, мы по методику еще поговорим, да, которая тоже, в принципе, там, планируется изменение определенное в ней, но, в любом случае, там, базовые параметры, я думаю, как сущности, они никуда не денутся, может, это будет переработано, но, тем не менее. Соответственно, там тоже по этому вопросу, там, рядом, ну, определенный пул информации дадим, да, в соответствующем блоке, там, по программке, собственно, мы работаем в этом зале, волна, получается, в седьмой, вот, и там, в последующие блоки, там, касаются этих вопросов. Коллеги, по 12.52 еще будут вопросы какие-то, или дальше идем? Так, видимо, нет, да? Ну, хорошо. Вот, соответственно, что... Здравствуйте. Скажите, могу задать вопрос, вот такое небольшое уточнение. На разработку имеется, как бы, заинтересованность в, как бы, разрабатываемой продукции крупного производителя. При этом с этого года предприятие, ссылаясь на политику свою внутреннюю, не готово предоставить, ну, то есть, с уточнением цены, да, выкупаемой. Как тогда быть нам в этой ситуации? Возьмите в виду, что, если они цену не могут поставить средние? Да, ведь в письмах поддержки должно быть указано, как бы, предварительные объемы и стоимость. То есть, крупный производитель, наш потребитель, с этого года не готов, как бы, такие письма предоставлять. Ну, так сказать, если они не готовы поставить цену за единицу, ну, хотя бы общий объем закупок, потому что, ну, говорят, на 10 миллионов готовы закупить. В таком случае, да, указания хотя бы объемов выкупаемого. Ну, это, ну, это, понятно, просто это, ну, сложности некоторые возникают тут при присвоении определенных баллов по соответствующему параметру эксперта, в принципе, отсмотрено, кроме этой истории. Вот. Но, на мой взгляд, можно предложить хотя бы, это же все равно, ну, рамочное письмо абсолютно, да, то есть, оно и к чему не обязывает. Можно как-то тогда, наверное, под другим образом это красиво сделать, там свою прогнозируемую цену в это письмо погрузить. Вот. Либо же приложение к этому письму сделать, либо же, ну, не знаю, либо в бизнес-плане там где-то указывать. То есть, проработать дополнительные, да? Это как цену как-то придется отразить, потому что никто это, ну, там, никто это выискивает, перегонять эту информацию, пересчитывать штуки в деньги, наоборот, не будет. То есть, как бы, это просто учтут, и все. То есть, ну, что-то с этим придется сделать. Да, благодарю, понятно, спасибо. На мой взгляд, по крайней мере, я уже. Да, да, да. И тут еще вопрос еще один появился. Возможно ли выполнение показателя по объему экспорта через уполномоченное лицо? Здесь тоже комментарий такой даем, что в 109-м постановлении, вот в новой редакции, там планируется ввести понятие экспортера как отдельной сущности, чтобы как раз вот была возможность осуществлять экспорт через уполномоченное лицо экспортера в виде некого торгового дома экспортного. Такая возможность должна быть введена, пока ее нет. Есть такое. Коллеги? Кто-то еще просто? Вроде на все, что в чате мы ответили. Если голосом кто-то захочет, там, может, в конце задаст или сейчас, кто-то спрашивает. Просто мы тогда еще сейчас посмотрим 2136, соответственно, и Осколковскую меру поддержки вам как раз в новом времени позволяет это сделать. Соответственно, также существует мера поддержки, то есть постановление 2136, которое касается специального технологического оборудования, то есть оборудования направлено на производство электроники, то есть, соответственно, ее испытания, тестирование и так далее, на материалы и на саппродук. Смешанное условно по существенно постановление будет. Соответственно, условия также перед вами, это максимум 10 лет реализации проекта, это самое долгое, постановление с того, что есть по реализации. Соответственно, срок разработки 5 лет, максимальный объем субсидии 2,5 миллиарда всего проект может выбирать, соответственно, с учетом по 500 в год. Соответственно, также 10% софинансирования. Требования к организации идентичны, абсолютно. Тут ничего такого нет. Я не знаю, что зачитывать они, в принципе, максимально похоже. Отдельно, еще раз повторюсь, что задолженность перед бюджетом быть не должна. Там история важная. Понятно, что волнообразно возникают эти задолженности у предприятий, особенно у крупных предприятий. Ну, вот как-то надо подгадывать, получается, в плане задолженности. Объем выручки 115%, соответственно. А, да, ну и по 21.36 внимательно стоит вначале ознакомиться с постановлением, что конкретно попадает, да, то есть под предмет. Вот. Соответственно, объем выручки 115%, 1 в ТРМ. Также необходимо создать минимум генерит какой-либо, и, соответственно, 10% дебюджета. У нас везде это присутствует. Там пометка, в принципе, что выручка, тут она, выручка, в принципе, экспортная выручка, да, то есть она засчитывается только на продукцию, которую конкретно на старте вы заявили для разработки. Очень часто бывает, что некорректно сформулированы изделия, да, то есть которые, или линейка изделий, которые будут выпускаться, и аудитор, да, то есть, с которым мы там тоже пообщаемся, там, с коллегой у нас завтра, он просто начинает путаться, то ли продукцию вы, там, отчитываетесь продажами, или что-то другое, да, то есть поэтому именно название продукции, которое будет фигурировать по ходу всех документов проекта, да, то есть соглашение и так далее, предложение к соглашению, она должна быть максимально идентична тому, что потом будет продаваться. Соответственно, статьи затрат также перед вами, они тоже максимально похожи, со стадиями от 12.52, есть некоторые отличия, да, то есть тут есть определенное нормирование подрядчиков не более 60%, соответственно, есть возможность провести патентные исследования, в соответствии с ГОС тоже историю компенсировать. Вот тут в этом постановлении важно обратить внимание на нормирование заработной платы по кодам. А Яков, два слова скажите, пожалуйста, про это. Да, то есть здесь важно, что уровень заработной платы, который вы можете субсидировать по каждому своему сотруднику, не может более чем в пять раз превышать среднемесячный размер фод по кодам 72-74. Это, соответственно, научные коды по осуществлению научной деятельности. Что это означает? Что, условно говоря, если там средний размер фод по этому коду 50 тысяч рублей, то максимальная зарплата, которую вы можете субсидировать, 250 тысяч рублей. При этом, если зарплата у человека больше, она может быть больше, но вы ее тогда должны будете платить исключительно за счет собственных средств. И именно такой подход будет внедрен, скорее всего, в новую редакцию 109-го постановления и, скорее всего, в 12-52 тоже. В целом все субсидии будут переходить примерно на такое правило определения предельного размера фонда платы труда. Да, это крайне важный момент, за него отметить, посмотреть, особенно если группа разработчиков дорогая, бывает, что весьма дорогая, как мы видели недавно. у одних коллег, которые участвовали в этом постановлении, соответственно. Вот эту историю надо заранее планировать, потому что, если это не учесть, то есть этот объем, то можно неправильно расчет сделать и в будущем там на ряд неприятных историй налететь. Да, мы как раз поговорим в следующем блоке, там какие-то и случались. Ну, соответственно, небюджетные параметры, они тоже перед вами в правой части слайда, но тут ничего такого, в принципе, нет. Сверх естественного. Отчетность. Также подпортальная, соответственно, сейчас она перед вами. Эти даты, соответственно, там эти штрафные экстанции, но это тоже максимально похоже на самом деле, на то, что есть в предел этом постановлении. Вот. Так, коллеги, по 2136 мы тоже краткую информацию дарим, то есть какие-то вопросы по этому инструменту есть или нет? Если есть, мы рады будем ответить. Правда, честно говоря, уже прием заявок закончен в этом году на НИИ, а я не знаю, будет ли еще раз повторный конкурс, по нему мы тогда будем не уверены, если есть ли вида. Да, есть информация, что летом, примерно в июне-июле, планируется еще один заход на 2136. Ну, тоже сейчас правила по 2136 будут немножко доработаны, вот, и после внесения изменений, скорее всего, тоже будет еще один конкурс. Ну, это, как бы, ориентируйтесь на конец июня-июль, не раньше. Спасибо. Коллеги, смотрите, тогда, наверное, мы посмотрим еще на то, что есть усколково, да, то есть, и, наверное, еще какие-то вопросы поотвечаем, если они будут. Вопрос по 2136 можно? Конечно, конечно, я все равно пока презентацию ускору не стану. Да, 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 подскажите, пожалуйста, вот в презентации по 2136 у вас указано, российское юридическое лицо должно иметь, и так далее, там 25% в офшорах, а в 1252 – 50% такой критерий. Это какая-то техническая ошибка, либо это разные требования в этих постановлениях? Это разные требования, связанные с тем, что, ну... Да, 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 извините. Я немножко пропал, наверное. Я говорю с нами. Пишу, что...